Паренек, мой давнейший знакомый, видите, тоже скучает, по модной теме сильно скучает, видите, чинит хондочку, мне, кстати, тема с алюминиевой рамой не очень нравится, растрепывает раму, это все на любителя. Что с мотором-то, оглох? Да не оглох, там перемычка лопнула, надо было отправлять, куда-то чинить, ну там через картингист пошел, отправился, скоро приедет уже с ремонта. Все такая нормальная, здесь такая козлодерка, особенно сейф, слышу, что-то уважаемый, он больше похож на печку-буржуйку такую, не маленькую. Варил, грузили шестером на газель, на стройке, благо халява. Слышу, зачем хоть такого размера? Инструменты посложить там всякие. А нельзя было на полках развесить или боишься, что они скроют? Легко. Уже залезали. Были инциденты, рядом Урал гнали, поэтому береженого Бога бережет. Видите, у парня тут все, вот так вот все, все тут не скучно. Тут, видите, даже есть мандолина, вот она, развешан, мотоэкип. Видите, что парень не прост, видите, просто так не зайдешь, не выйдешь, вот видите, везде, тема, тема. Вот. Ну а что, ты цилиндр отдал делать, да? Ну да, уже на днях должны прислать обратно. Это, я так понимаю, 125? Да. Ну ты, видишь, разобрал кабаревизию, как посмотреть по шильмчику там все это дело, проверить, чтобы нежданечка потом не выскочила нигде. Ну а ты ничего самоделем не делаешь? Делаю. Пойдем, покажу тебе. Ты вроде варил заминку за какой-то, или что, за заяву. Вот он. Чуть-чуть тоже схожу с ума, по чуть-чуть, понемножку. Вот, поставишь. Короче, снимаю вилку, колесики. Это вилка что такая? О, это какой-то старый Лик-Джи-Пи-З. Колеса вообще с Хонды. Это, смотри, тут даже стоит система антиклевковая, стояла походу. Стояла когда-то. Снята уже. Это беда есть, которая соединяет между собой. Но самой системы нет. Ну, я думаю, что на ее, в принципе, не нужна. Посмотрим. Толку нет никакого. А старые Хонды колеса, да, в принципе, они такие старые, нормальные колеса. Нормальные колеса, зачистил, покрасил. Маятник тоже переварил, короче. Был, ну, как бы, родной. Вот, жопу начал лепить, помаленечку. Ну, это все делаем лучше поклеваться, конечно. Ну, да, типа, что-то типа кафешника. Слышь? Да, да, это типа кафешника. То есть, как бы, что-то такое. Ближе к этому. Такой деревенский кафешник, скажем так. Не, ну, а что, вполне нормально. Ну, так, для себя, как говорится. На нормальных колесах, на нормальные вилки. Ходовая нормальная. Амортизаторы чего? Хондовские какие-то? Да, Хондовские амортизаторы. Это типа... Тоже заказал Саита. И почем? Ой, в районе что-то двух рублей, может, чуть больше. Что-то дешево. Дешево, дешево вообще. Совсем дешево. Вот еще, видите? Раритет. Да, раритет. Это вообще, это огонь тема. Из Брянска друзья подарили. Это вот реально, на стенку повесите, ходить на него так это. Посматривать косо. Вот так. Видите, какая бывает тема. Оригинальная краска там, все дела. Ну, ты у нас на канале такой видел, только зеленый. Вот так, висит. А что огонь? Мы такой-то купили за тысячу рублей. А это бесплатно вообще отдали? Нет, ну, нам дедушка, который отдавал, за бесплатно не отдал бы, но. Тут, по сути, был на ходу и на нем даже проехался. А, не приносил. Правда, у меня чуть между булок не влез эта мотоцикл. Нормальная тема. Я это распечатал еще, когда первые четырехсотку покупал. Лет, наверное, не знаю. Понятно. Лет под десять назад. И вот до сих пор висит. Ну и пусть висит. Никому не мешает. Выкидывать не хочу, пускай висит. А еще у тебя такая гарная тема. Ну да. Вот с трактора. Нормально, нормально вообще. Ты его светил. Было еще стекло. Ну вот так. Маленькое, аккуратненькое. Ты вообще с чего начинал? С какого мотоцикла? С Минска. Минские были разные. Чезеты были. Чего только не было. Кроссы. И жаки. Жиксер твой я помню. Больше Хохловский что ли? Да. Продал твоего? Да, да. Продал. Классику попробую. Уже на нем юзал. Нормально? Да ездил. Я смотрел за какой-то хитрый жук по поводу номеров. Видите? Это не я. Это дети мне заклеили какие-то. Сколько раз зарекался, что больше ничего не буду делать. В плане колхоза. Самодельного. Но руки все равно чешутся. И много раз завязывал. Много раз по новой начинал. Хлам какой-нибудь купишь. Начинаешь делать. Как ты большинство? Просто я последний раз был и жак когда. Продавал его. И пацанам отдал пакетов шесть просто. С запчастями битком просто. Они еле-еле уехали. Просто так вот все это держали. Попривязали. Думал все завяжу. Все. Больше никогда не буду. Ничего с вами руками делать. Но в итоге. Но оказалось что. Оказалось что. Опять и опять. Да. И поезд как-то думаю может когда-нибудь. Возьму попозже. Тоже. По поводу этого проекта. Уж если ты сказал А. Будешь говорить Б. Не ну само собой. Ну проект скажем так. Долгострой. Я понимаю что это вело текущая работа. Очень вело текущая. Ну ты один хотя держи в курсе. Потому что уже замалил уже. Ну как бы да. Векторам пацанам уже будет интересно. Не просто так. Не не. Делается но очень медленно. По настроению. Ну понятно. Дело в том что. Видишь. Кому-то это уже интересно. В принципе таких яв. Их не часто увидишь. Тем более. На таких колесах. На такой ходовой. Да. Вот. Уже некоторым будет интересно. Чего как. Вот. А кафешник из Ява. Ну люди делают конечно. Но не очень часто. Каких только нет. Нет. Ну таких не часто встретишь. Не. Ну как бы да. Ну вы просто. Сначала были вообще. Изначально. Были колеса от ПС. То есть они больше по стилю подходят. То есть они спецованные. Вот эти вот. Их не барабаны. Потом что-то. Вот эти как бы всплыли на авито. Думаю надо брать. Все таки. Да чуть не по стилю. Но. Зато дисковые тормоза. И сами они попузате. Ну да. Я смотрю тут. Выстругал. Это вообще тут сделано. Вот. Из четырех частей. Ну нормально. Четыре части. Склеено. Все это там. Проварено. Это тоже. Был вообще двойной сиденье. Такой. Из двух частей. Получилось вообще огонь. Огонь. Ну все это потихонечку делается. Нормально. Нормально. Так что вот так вот. Так вот аппарат. Будет. Надеюсь. Короче ладно пацаны. Мы сильно затягивать видео не будем. Ну да. Вот. Как только. Что то будет. Какое то обновление. По вот этой теме. Он нам будет отзваниваться. Будем приехать. Будем снимать. Так что. Все. Всем пока. Счастливо.